Даже если у тебя связаны руки и ты там невольный человек, подневольный человек. Миссия великолепно совершается все равно. И до сих пор, значит, я в Грузии бываю, у нас в Грузии тоже целых чёрковь есть, служение моё. То до сих пор люди там добрым словом вспоминают именно равнопостальную Нину, эту девушку. И пусть Бог благословит вас, друзья. Но проповедовать христианским, как бы христианским народом, в чём-то сложнее, чем не христианским. Потому что когда людям говоришь о Христе в христианской культуре, то у людей, как правило, извращённое понимание того, кто есть Иисус Христос и вообще христианство. Потому что в украинской культуре, когда ты говоришь о Боге, они у них немного изменены. Мне, допустим, даже проще порой проповедовать мусульманам. Потому что рассказывая об Иисусе, они проще принимают Его, как спасителя своего. Но если брать православие само, поймите, что большинство православных чаще обращаются в молитве не к Богу, допустим, а к Матери Иисуса Христа, к другим умершим святым, преподобным мученикам, к ангелам даже. И многим очень сложно понять, что един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. То есть, евангельское христианство, библейское христианство для многих православных, действительно, это очень кажется чем-то странным. Поэтому, трудяясь здесь, миссионеры должны просто помочь людям осознать, что Иисус и есть Господь. Спаситель. Мне очень помогло освободиться от лжевучений то, что осознание того, что вот эта система многобожия, это не изначально наша, это привнесенное извне, пришедшее извне. В четвертом столице проходило, допустим, два Вселенских собора, два больших таких огромных собора. В собрании. Да, и, значит, и, но никому из отцов тогда церкви еще не приходило в голову идея молиться кому-то еще помимо Господа. 325-й и 381-й годы. Первый и 2-й собор, огромное собор, собрание. Повлиявшие на ход мировой истории христианской. Но и на этом соборе, на этом соборе люди молились только лишь к Богу. Никому в голову не приходило молиться к матери Иисуса или кому-то еще из умерших святых. В первых конгрессах люди молились молиться к Богу, они молились к Богу. И никто не знал, чтобы молиться к кому-то еще, кроме Иисуса. Они не думали, что молиться к матери и каких-то святых людей, которые не имеют Иисуса. Впервые идея молитвы кому-то помимо Господа пришла позже. 431-й год. На третьем уже соборе. На нем отцы собора впервые провозгласили, что можно и даже нужно молиться кому-то еще помимо Господа. И это действительно идея порочная, не христианская, изначально. Хотя процесс смешания с язвичеством, мы говорим, подчиненность государству была еще в 4 веке, но лишь в начале 5 века это стало уже, вылилось в многобожие. В 4 веке подчиненность государству, церкви, а многобожие, само уже в 5 столице. А помните, в 20-й главе книги Исход? Там, значит, Бог говорил заповеди и записал. И первое, что Господь сказал, что? Я, Господь, Бог твой, который выбил тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя другим богом при лицом моим. Это первая заповедь. И как раз имя, да, мне в английском, я обратил тогда еще внимание, вот это понравилось, команда, это как команда. В русском это звучит, в общем, так вот, команда именно. Потому что заповедь, это в нашей культуре, ну, мало ли что заповедано. Шабсен тоже заповедь писал, ну, кто его послушал, понимаете ли? А вот команда, это вот конкретно, это как приказ. И вот Израиль много пострадал из-за непослушания. Первый храм был разрушен. По грехам нашим. И самое страшное, как раз многобожие. Соломон прекрасный храм построил. Бог благословил этот храм. Люди приходили, поклонялись Богу в этом храме. Приносили жертву. Народ радовался, ликовал. Но стали увлекаться иными богами. Молиться еще на стороне другим богам. Кому-то еще. И как неизбежная проблема пришла, пришло нарушение и второй заповеди. И библейски, и исторически мы видим, что нарушение первого и второй заповеди, оно идет фактически рядом, почти всегда вместе. Эти заповеди очень сильно связаны. Многобожие приводят к идлопоклонству, и идлопоклонство всегда приводит к многобожию. Многобожие приводят к идлопоклонству, и идлопоклонству приводит к появлению многобожия. Вы знаете, хотя идлопоклонству, бывают разные формы. Есть как болезни, есть открытые формы, есть скрытые формы. Вот кто знает из вас, какой скоро праздник наступит, такой библейский праздник? Библейский праздник, не цепковный праздник. Библейский праздник? Нет, в Библии такого праздника не нахожу. Библейский праздник, ближайший, ближайший. Пурим, да. Пурим, да. О, спасибо. Спасибо. Пурим, Пурим, да. Из 66 книг Библии одна из книг полностью посвящена этому празднику. История возникновения этого праздника. Это книга Эсфири. Это книга Эсфири. Это книга Эстер. Да. А ее настоящее имя Эстер какое было? Какое имя Эстер? Адаса. Адаса, да. Адаса. Адаса это настоящее еврейское имя. А Эсфирь это имя для внешних. И Эстер было как общественное имя для других людей, чтобы знали этот имя. Вот и через Эсфирь, царицу, и через Мордыхая Бог совершил спасение Израиля в то время. Через Эстер и Мордыхай Бог совершил спасение Израиля. Спасение Израиля. И это произошло в полнолуние месяца Адара. Нынешнего месяца. И в этом году это выпадает на 21-22 марта. И в этом году это выпадает на 21-22 марта. Вот 20 марта начинаем это празднование мы. Празднование Пурима. И этот месяц Адар, он является завершающим месяцем года от исхода нашей рослящей. И этот месяц Адар считается последним месяцем от исхода нашей библии. Да, исхода. Эксодус. 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 Нjsадан perspective. Также мыثرаны через телефон из Египты. Мы образовали души из Евети. 3331 год, это от нашего выхода из рабства, от сотворения мира, и какой год сейчас? Адама. 5779 год. Это если отсчитывать годы от нашего праотца Адама. Так что и Пасха скоро. Я люблю пасхальные песни. Я люблю пасхальные песни. Ну, но истер. Истер опять-таки это старты связаны с язвичеством. Пасовер. Пасовер. О, хорошо. Пасовер. Мне нравится пасхальная песня. Это классная пасхальная песня. Отпусти мой народ. Но я не черный. Вот черный будет хорошо, мне нравится. Я не знаю, что я люблю пасхальные песни, но это очень бабло. Я люблю пасхальные песни. Да. А может? Вы можете пасхать вот так. Да. Классно. Да, это круто. Это очень круто, правда? Да, эта песня поется вот уже сколько лет. 3331 году. Ладно, друзья. Вот и... Значит, почему я Пурим вспомнил-то? Помните тот первый конкурс красоты в истории человечества, который описан там? Вы помните первую конкурс красоты? Когда нужна была новая царица царю, он приказал сделать конкурс красоты. Мисс Вселенная. Собрали самых красавиц со всех 127 областей. Ахашвироши. Это Варба Серса. Среди них была и еврейская девочка. Которая и стала первой леди империи. Комсомолка-красавица. Спортсменка. Да. И она стала первой леди. И через нее впоследствии спасение и пришло в жизнь Израиля. А ее сыну было суждено сыграть великую роль дальше. Возрождение Израиля и возрождение храма Божьего. Второго уже храма мы говорили. Но, друзья, второй храм имел особенную историю. И самое великое, что произошло в истории второго храма. Самое великое. И самое великое, что произошло в истории этого храма. В его время жил Машиах. Христос. Пришел Христос. Родился Христос. Это был момент, когда Машиах, как Мессиа, был родом. Он пришел на эту землю. Но Иисус сказал, Иисус сказал, что этот храм будет разрушен. Что камня на камне не останется. Все будет разрушено. Но Иисус сказал, что этот храм будет разрушен. И он это сказал в 30-м году еще. И он это сказал в 30-м году еще. А в 70-м году этот храм был разрушен. Через 40 лет, ровно через 40 лет эта трагедия произошла. И римские оккупанты на самом деле храм разрушили и камня на камне не оставили там. Римляне, сами того не понимая, исполнили слова Иисуса Христа. Так что Божье Слово всегда исполняется. 100%. В еврейских книгах пишется еще интересно. Что на протяжении вот этих последних сорока лет в храме жертва Богом не принималась. Приносили жертвы, но Бог не принимал. И было множество страшных знамений в храме. И было множество страшных знамений в храме. 40 лет подряд. Помните, когда Иисус умирал на кресте, написано в Евангелии. То завеса в храме что? Разорвалась. И это мощнейшая завеса. Она делалась из прессованных кож. Животных. Шириной в ладонь. Разорвать такую завесу просто так невозможно. Священникам было понятно, что это сверхъестественно. Бог сам разорвал свою же завесу. Завесу в храме. Священные знали, что это Господь, кто сам разорвал эту завесу в храме. Даже ученые уже в наше время с помощью программ компьютерных рассчитали, какое же нужно усилие сделать, силы такой, чтобы разорвать эту завесу, подобную завесу. Ученые признали, что в те времена это была бы инопланетная технология. Не человеческая. Элементная технология. Технология из другого мира. Потому что человеческая мощность не могла это сделать. То есть для священников всех это было знаком, что сам Бог всемогущий разорвал эту завесу. Все. Для всех священников это был знак, что Господь himself разорвал эту завесу в два части. Смотрели мюзикл «Разорванная завеса». Христианский мюзикл. Посмотрите. Там песня. Я не хочу жить за завесой, за стеной мухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим. Я добрый отец. Я обоотче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Прекрасные слова. Бог разорвал завесу, чтобы показать, что все, ничего больше не отделяет нас от него. Это завеса из прессованных кож. Она символизировала что? Плоть Машеха. Плоть Христа, разорванную на кресте. Отделяющее святое от святого святых. Отделяющее святое от святого святых. Ну и много других знамений было страшно. Сорок лет подряд храмовые ворота сами собой распакивались. Если чёрческие храмы открылись за 40-х годами, это было солнечное. Темпл Гейтс. Темпл Гейтс. Темпл Гейтс. Точно. Нет, просто я уже читал это вот в терминах. Классно. Мне так понравилось вообще. Какая была высота ворота? Кто помнит? Библейская энциклопедия. Кто читал? Кто читал? А у кого какие мысли? Сколько было высотой? Try to guess.